До 16 лет я проживала в разных детских домах и в разных городах. У Анны Садовской, руководителя благотворительного фонда «Семь и детям», не бывает ни дня, чтобы в центр за помощью не обратились люди. Анастасия Пахомова вышла из детского дома, поступила в Ангарское училище, получила специальность, но в 18 лет, так же, как и тысячи сирот по всей стране, оказалась без работы, жилья и родных. Поддержки у местных властей Анастасия тоже не получила. Я обращалась на площади в этот дом, чтобы мне дали жилье, они мне написали отказ, написали непонятное место жительства, где якобы они мне давали, но они мне ничего не давали, это все как бы на бумагах, все доказано. И все эти годы я вот так вот скиталась в Ангарске, там живу, там живу, там работаю, там работаю, как бы и до сих пор. Фонд семьи детям – единственный в регионе, который помогает таким сиротам и их детям. К примеру, сейчас в помещении социальной гостиницы находится Валентина из Людянки, Сергей из Устерды. Всего около 40 сирот, самый маленький – Саша. Пока его мама в больнице, за мальчиком присматривают практически все домочадцы. Так и живут одной большой семьей. Государством не предусмотрены такие центры, и нам власти говорят, ну вот вы придумали это, вы сами и платите. И нужно время, чтобы наше правительство поняло необходимость содержания таких центров уже на государственном уровне, потому что масштабы работы уже давно превысили все мыслимые возможности простых рядовых граждан. Жильцам социальной гостиницы необходимы предметы быта – канцелярия, лекарства, игрушки, да и просто деньги на справки и оформление документов. Акция «Миллион мелочью» должна привлечь средства на все эти цели. Банки для сбора вскоре появятся в людных местах Ангарска. Ольга Лерибера, Дмитрия Новопашин, Местное время.